Всем привет! Вы на канале Зубр. Российский инструмент. Сегодня я расскажу вам о перфораторе повышенной мощности модель ZP-32-1100K. Основные характеристики озвучены в самом названии модели. ZP-32. Максимальный диаметр бурения в бетоне в миллиметрах. 1100. Мощность перфоратора в ваттах. Энергия у дана 3,4 джоуля. Имеет щеточный реверс, защитную муфту, металлический редуктор. Позиционируется в серии Профессионал. Гарантия производителя 5 литров. Для удобства хранения и переноски упакован фирменный кейс, на котором указаны Технические характеристики, комплектация, краткое описание. Кейс пластиковый, легкий, с надежными мощными замками. Кейс опломбирован в двух местах. Он бы я предварительно снял. Давайте откроем. Проверим комплектацию. Перфоратор. Дополнительная рукоятка. Глубина вверх. Смазка. Кейс. Инструкция по безопасности. Руководство по эксплуатации. Комплект полный. Перфоратор горизонтальной компоновки. Высокая мощность 1100 ватт и большая перегрузочная способность позволяет использовать его по максимуму. Бурить, штробить, даже в качестве отбойного молотка. При этом вес небольшой. Весит он около 4 килограммов. Перфоратор предназначен для работы со снасткой с хвостовиком СДС плюс. Перед установкой бура смажьте хвостовик специальной прилагаемой смазкой. Бур устанавливается до упора и фиксации. Для снятия оттягиваем патрон. Снимаем. Дополнительная эргономичная рукоятка обрезинена и может быть установлена в любом удобном положении. Для этого разблокируем ее. Сделаем несколько оборотов. Устанавливаем. Выбираем нужное положение. И фиксируем. В корпусе рукоятки размещается глубиномер. Для его установки нажимаем на кнопку. Устанавливаем глубиномер. Выбираем необходимую глубину бурения. Отпускаем. Глубиномер зафиксирован. Металлический корпус редуктора выдерживает высокие тепловые и механические нагрузки. Встроенный пневматический ударный механизм вырабатывает энергию 3,4 джоуля. Для защиты оператора при заклинивании бура в редуктор встроена защитная муфта. Перфоратор имеет три режима работы. Сверление без удара. Сверление с ударом. И просто удар. А также промежуточное не рабочее положение. Варилок. Оно необходимо для осевой ориентации оснастки. Устанавливаем оснастку. Выбираем необходимое положение. Переводим режим удар. Оснастка зафиксирована. Для смены положения оснастки. Переводим режим варилок. Изменяем положение оснастки. Возвращаем режим удар. Зафиксирована. Перфоратор имеет реверс. В данной модели он щеточный. Это обеспечивает одинаковую мощность. Как при прямом, так и при обратном вращении. Реверс осуществляется путем переброса щеток. Очень просто. Основная рукоятка обрезинена для удобства хвата. На ней размещена кнопка включения с регулятором скорости. Скорость зависит от силы нажатия. Для блокировки его включенного состояния необходимо нажать на кнопку сбоку. Шнур резиновый, морозостойкий. С фирменным логотипом зубр на вилке. Его длина 4 метра. Режим удар. Режим свернение с ударом. Реверс. Режим свернение без удара. Реверс. 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 Продолжение следует...